Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Ну, как вы наверное все знаете, перед началом данного, да и вообще любого практически видеоролика на этом канале должна быть такая, знаете ли, маленькая рекламная вставочка одного из самых лучших проектов GTA Sam. Вполне возможно, что даже самого лучшего проекта в GTA Sam по версии онлайн. На этом проекте практически ежедневно играет практически 10.000 человек. Ну ладно, мы о всяких заслугах, я думаю, поговорим в каком-нибудь из следующих видеороликах или не поговорим. Да это в общем-то и не важно. А я вам хотел сказать только одно. То, что IP, а также мой ник, по которому вы сможете получить 300.000 вертов на проекте Аризона РП на сервере Феникс находится в описании под данным видеороликом. Поэтому заходите, вводите мой ник на Данте Коннор и получайте свои законные 300.000 вертов при достижении 5-го игрового уровня. Так вот, о чем я хотел сегодня со всеми вами поговорить. Хотел бы я с вами поговорить немного, знаете ли, о аудитории GTA Sam сегмента на таком, знаете ли, живом примере. Вот прям буквально на таком вот, на живом, который прям вот можно показать. И вы такие типа, ага, ну тогда все понятно. Ни для кого, я думаю, не секрет, что подавляющее большинство аудитории GTA Sampa это дети. Это такие, знаете ли, дети в возрасте там от каких-нибудь, я не знаю, 8, возможно 10 лет до примерно годиков 16. И там, знаете ли, бывают такие редкие случаи, когда какие-нибудь уже взрослые мужики, видимо, с синдромом инфантильности, да, с синдромом малолетнего дебила могут заходить каждый день на какой-то проект в GTA Sampa и там играть, так знаете, после трудовой рабочей смены на заводе приходите и играйте в GTA Sampa на том же самом заводе, тем самым отдыхая. Ну ладно, я думаю, что вот эти вот, знаете ли, все приколы из мемов пабликов по Sampa во Вконтакте, они тут будут не особо уместны, так как тема у нас сегодня достаточно такая, знаете ли, серьезная, которую, пожалуй, никто не мог раскрыть, да и вряд ли я ее в данном случае смогу раскрыть, но тем не менее. Давайте вот прям вот, прям вживую все это обсудим. Вот есть у нас ютубер, такой как Митин Шоу, Митин Вор Карлик, который украл у меня 20 тысяч рублей, или сколько там было тысяч рублей, в общем-то не важно. А человек, так сказать, украл у меня вот эти вот самые деньги путем своего обманческого конкурса, в общем, наебательского конкурса, да, там выиграли вот эти вот подставные приспешники иллюминатов и все прочие люди, возможно, даже не люди, возможно, просто там какие-нибудь иллюминатии и все прочие, в общем-то он вот так вот подставил и, соответственно, ну ладно, чё ж нам заглядывать на какие-то вот эти вот старые вещи, старые все ситуации, которые были, ну было и было, да, чё тебе нам всё вот это вот припоминать на протяжении всей жизни, то, что вот этот человек, там, Митин Шоу ТВ Лайк Гейм Ченнел, даю 255 тысяч фрагов на одном копте, после чего сдыхаю, нам это чё ему на протяжении всей жизни вот вменять в вину, то, что, ой, блять, какой же ты плохой, то, что ты там обманул честного человека, который сделал достаточно хороший видеоролик, который вот до сих пор есть на этом самом канале, вы можете зайти, посмотреть этот самый видеоролик и убедиться в том, что ролик был как бы нормальный, ролик был православный и самое главное, желаем автору закончить третий класс средней общепрозывательной школы, так вот, неважно, ладно, это неважно, так вот, этот самый человек, этот самый вор, королик Иллюминат, провёл у себя во вкладке сообщества такой, знаете ли, опрос, мол, какой проект в GTA Samp'е самый лучший, и что бы вы думали, там было множество вариантов ответа, такие, там, знаете ли, как Diamond, Rollieplay Evolve, Rollieplay Advance, Rollieplay Arizona RP, почему-то он только, знаете ли, не вписал сюда Samp RP, наверное, потому что, знаете ли, как сказал один великий ум на Samp RP, ютуберы умирают, как бы, не зовите меня туда, там, всё плохо, прям вот, Андрюх Кевский там уже помирает, не знаю как, не знаю где, вот, ну, то есть, ладно, это неважно, так вот, в этом самом опросе, что бы вы думали, выиграла Arizona Rollieplay, на втором месте был Diamond Rollieplay, и на третьем месте был Advance Rollieplay, Wolf Rollieplay, там вообще 12%, это какие-то где-то обезьяны поставили, можете вообще насчёт этого не писать, не причитать и так далее, потому что, ну, понятно, что там вот эти вот самые вот гетто-люди, если их таковыми можно назвать, они вот это вот всё поставили, и вот многие начали думать, хм, Diamond Rollieplay, казалось бы, что Митин на Даймонде уже играет, там, с какого, с лета, наверное, да, играет уже на Diamond Rollieplay, и люди уже должны были привыкнуть к тому, что вот Diamond Rollieplay, это вот на канале у Митин Шоу, это вот самый лучший проект вообще в GTA Samp, который только можно придумать, однако, почему-то победила Arizona Rollieplay, и стоит вспомнить, что Diamond Rollieplay занял второе место с таким, знаете ли, большим, я не знаю, как назвать, отрывом, наверное, да, при том, что у Diamond Rollieplay даже скоро планируется проект в GTA 5, даже несмотря на всё это, Diamond Rollieplay всё равно занял второе место, и многие начали недоумевать, мол, почему же так происходит-то, вот просто почему, ведь Митин же, он так долго выбирал вот этот вот самый проект, там, знаете ли, делал какую-то систему оценки, там, да, выставлял каждому проекту, на котором он играл, который он обозревал, оценки и так далее, и то есть на всё это смотрел, дабы вот выбрать какой-то самый лучший проект, и многие люди, даже у него на стримах, там, и во всём прочем, голосовали за Diamond Rollieplay. И вспомнить только, когда в пабликах писали про какой-то вот из этих вот проектов, допустим, там, я не знаю, Arizona Rollieplay или Diamond Rollieplay, и люди постоянно спорили, мол, говорили, что Diamond Rollieplay лучше, а другой говорил, нет, Arizona Rollieplay лучше, и всё такое было, и по итогу спустя большие, такие, знаете ли, тернии, издержки, вот всё прочее победил, понимаете ли, победил Diamond Rollieplay, победил Diamond Rollieplay, спустя вот все вот эти вот тернии, спустя все эти оценки от людей, да, спустя все вот эти вот стримы от Митина, спустя всё вот это вот победил Diamond Rollieplay, понимаете, то есть люди выбрали Diamond Rollieplay как топ-1 проект для, ну, Митин, для того, чтобы Митин на нём снимал, для того, чтобы Митин на нём чувствовал себя комфортно, и Митин даже там уже, знаете, с основателем таким Diamond Rollieplay, там, Тони Баррер или кто там, Саша Батори, вот это вот, как там его, не знаю, Данил Геррера, возможно, да и не важно, не важно, Геррера, вот это Батори, там, ну, не важно, он даже с ним встретился, всё с ним обсудил, то есть всё было хорошо, всё было нормально, люди были готовы играть на вот этом сам Diamond Rollieplay, а сейчас Митин, правда, непонятно, зачем он сделал такой вопрос, тем не менее, наверное, опять какой-то, знаете, проект выбирает, ну, конечно, не дай бог, вот, и опять вот такая вот хуйня получилась, то есть, ну, как так, люди же вроде до этого голосовали всячески за Diamond Rollieplay, а теперь победила Аризона, каким образом, почему, а я вам сейчас всё это и расскажу, дело в том, что у Митина, я думаю, что никто не будет спорить, какие у всех, наверное, сайперов, кроме там, меня, кроме какого-то Ангела Касада, кроме какого-то Андрюхи Киевского, Батлкул, так, знаете ли, более-менее, Эмпайр там, ну, он вроде как для детей такой уже более-менее, ничего не хочу сказать против, как бы, контент для детей, детям, в общем-то, тоже нужно что-то смотреть, но у Митина, это прям, вот, знаете, максимальный такой контент для детей, то есть, это вот то, что делает Митин, это объективно могут смотреть только дети, никакой взрослый, более-менее нормальный человек, там, даже 15 плюс лет, он такую хуйню смотреть не будет, потому что этот контент, он предназначен чисто для детей, и никто с этим поспорить не сможет, однако, почему-то, вот, всё получается именно так, почему-то люди до сих пор недоумевают, почему победила Аризона Ролиплей. Дело в том, что Аризона Ролиплей это топ-1 проект в GTA Sampi, как я сказал вначале, а вы знаете, что просто так я ничего не говорю, даже воду уже в последнее время особо-таки сильно не лью, кстати, вот этими вот словами я немного полил воду, ну, неважно. Так вот, дело в том, что Аризона Ролиплей это топ-1 проект в GTA Sampi, а для того, чтобы стать где-то топ-1, и не заимев себе в аудиторию, в комьюнити детей, ну, это невозможно, это разве что можно сделать только какой-нибудь гоблин Дмитрий Пучков, который я уже неоднократно приводил в пример, но даже только тогда он это может сделать, когда уже другие, там, вот эти вот контент-мейкеры для детей набрали, там, по 10, по 15 миллионов. И понимаете ли, в чём дело? Аризона Ролиплей это топ-1 проект в Sampi, и разумеется, что большое количество играющих на ней людей это дети. Дети это тоже такое, знаете ли, понятие растяжимое, потому что для Ютуба дети это все люди до 13 лет, включительно, по-моему, а для меня дети это те, кто, мне кажется, в подавляющем большинстве случаев играет на Аризона Ролиплей. Я не имею ничего про тех людей, которые там заходят оплатить имущество, оплатить вот эти вот, знаете, все налоги, там, возможно, немного поиграть. Я говорю именно про тех людей, которые активнейшим образом играют на вот этой вот самой Аризоне. Как бы я тоже могу зайти, что-то там оплатить, но вот я именно про тех людей, которые могут задротить часами для всего этого. Так вот, Митин набрал себе аудиторию как раз-таки таких детей. И разумеется, когда ты набираешь себе аудиторию детей, то эта аудитория, она, разумеется, будет перекликаться с аудиторией Аризона Ролиплей, так как у тебя большая аудитория, у Аризона Ролиплей большая аудитория, и какой-то процент перекликания аудитории, он будет все равно. То есть при любых раскладах он будет. Тут уж, блядь, ничего ровным счетом не поделаешь, поэтому, ну вот, вот как-то так приходится со всем этим мириться, дабы, ну, было все в наилучших традициях. Ладно, все, уже пошла одна вода, уже пошли всякие другие штуки. В общем-то, что можно подрезюмировать под конец? Победила в этом голосовании, в этом опросе Аризона Ролиплей только потому, что Митин делает детский контент. Только поэтому. Если бы он делал контент для людей постарше, да, вот, контент наподобие меня, он бы, во-первых, не стал популярным, но абсолютно точно набрал бы там какие-нибудь свои 20-30 тысяч подписчиков за несколько лет, и все. А так как у него там более сотни уже, то, разумеется, невозможно вот сделать все такое. На этом, я думаю, что уже буду с вами прощаться. IP Аризона Ролиплей Феникс, а также мой никнейм Данте Кодор, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня, находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока.